я приветствую всех кто посетил мой канал сегодня вот я приступаю делать топиария вот этот вот топиарий будет из монет я сюда пока засуну тут будет монеты я его залила этот горшок уже высох вот эти вот топиария я залила только что и буду делать из них три горшочка со цветами сакуры я их вот так вот оттеру общипаю и буду делать вот так вот их на пенопласт линьки приклеивать белый с розовыми вот такие вот шары вот у нас тут центре находим место вот центр протерябливаем сначала вот такой вот тоненькой шпажкой а затем уже будут их пристраивать вот сюда когда у меня высохнет цемент на трех горшочков я их буду вот так вот устанавливать когда проделаю дырку который подойдет действительно сюда вот только потом я начну обклеивать цветами вот эти три шара три горшочка у меня будут со цветами из сакуры я вообще пола только одну веточку пока такие веточки сакуры красивые ну вот сейчас я приступлю общипывать подготавливать материал пока у меня застывает я буду обклеивать шары потом покажу что получится я продолжаю делать топиарий значит вот заливка готова палочка у нас закрепилась высохла я покрыла серебряной краской вот обмотала значит вот я взяла китайскую палочку который едят суши и обмотал вот такой вот бечевкой обыкновенным шпагатом палочка была тонкая поэтому я сделала бечевка в два слоя то есть если вот эти дерево я делала из веточки это я решила сделать из палочки но в два слоя бечевка принципе можно и так оставить но я решила все таки покрыть ее ленточкой вот эти я не покрывала эти тоже из китайских палочек я просто оставила как есть бечевку это вот сизаль и украсила вот такой вот лентой это горшочек который я делала своими руками я украсываю теперь сизаль вот она продается в таких вот упаковках этой сизаль берется это клочок выдираем и вот такими движениями и скручиваем скручиваем вот так вот получается потом я просто вдеваем вот одну я решила сделать зелененькую эти я сделала телесного цвета вот сейчас я буду обматывать вот эту бечевку атласной ленточкой для этого значит берем клей-пистолет и фиксируем ее и обматываем вот таким вот образом угол книзу чтобы у нас вот этого веревочка чтобы наша глеточка была под углом мы ее будем закручивать винтообразно закрепили кончик начинаем закручивать если хорошо у основания закрепить то дальше можно ее уже не приклеивать к самому основанию вот этому в этой части можно уже не заклеивать главное не закрепить хорошенько она уже никуда не денется она не будет разворачиваться теперь нам нужно так сделать чтобы закрывать слой за вот половинку мы закрываем на половинку чтобы у нас не было видно предыдущего скажем так слоя натягиваем максимально придерживаем одной рукой другой наматываем ведь я закрываю вот этот вот просвечивает я ее закрою таким вот образом элементарно просто заматываем наверху придется потужим же затягивать потому что здесь уже идет уже и могут быть складки поэтому здесь надо максимально натягивать верхушку точно также будем фиксировать клеем шары я уже сделала я заработалась забыла вообще снять видео как я приклеивала цветочки я хотела снять как я заклеиваю но заработалась и вообще забыла про это поэтому я только расскажу вкратце на пенопласт приклеиваются цветочки вот таким клеевым пистолетом начинаем клеить сверху и клеим по порядку то есть вот определяемся вот у нас вниз и мы начинаем клеить вот так вот сверху и идем параллельно между ними пропорционально вот так соблюдая симметрию и обклеиваем весь шар и приклеиваем дополнительно где есть места где просвечивают вот такие вот лепесточки или цветочки или что было вот на сакуре вот я клеила видите принципе теперь нужно будет одеть сезаль или вот такой вот фетр вырежет к вырезать кружочек можно сделать прошлые разы я использовала фета на этот раз я хочу использовать сезаль вот мы ее хорошенько крутим чтобы не торчали веточки находим затем серединку вот так вот просовываем прежде чем мы оденем шар с цветами и приклеиваем клеевым пистолетом значит мы будем закреплять у основания вот эту сезаль чтобы она не приподнималась пистолету шнур коробки приклеивается хорошо она не будет оттопыриваться еще в одном месте я думаю достаточно она приклеилась теперь можно одевать шар вот на эту вот дырочку вот сюда я наливаю клей я уже примерила подходит то есть можно наливать уже клей я заполнила клеем немножечко здесь кончик тоже намазать ну я думаю даже это ничего и мы просовываем быстренько этот шар так чтобы у нас клеем успел высохнуть вот и держим все у нас цветок закрепился хорошо он сейчас хватится и уже не оторвешь вот получилось вот так теперь украшаем основание чем-нибудь вот здесь я украсила белым беленькими цветочками не стала делать розовый потому что и здесь как бы бронзу уж еще розовая может не то будет очень я выбрала белые цветочки для украшения основания украшать можно всем чему угодно вот эти вот сезаль который торчит можно либо срезать либо вот так подправить это потом уже когда работа закончится все мелкие штрихи можно бусинками украсить можно какими-то цветочками которые вы сделаете свои своими руками всем что угодно вот принципе работа по изготовление топиария можно считать законченной получается вот такая красота потом убираем все от клея ниточки заканчиваем работу до конца вот у меня получилось 4 вот таких топиария теперь по денежному дереву я сделала заливку здесь у меня под монеты значит 10 копеечные которые я потом покрою лаком здесь я тоже также обмотала сначала вот этой вот бечевкой потому что проволока тоненькая и сверху еще сделано атласной лентой вот вот эту я пока засунула просто так потому что я ее буду отклеивать монетами но спираль успеха уже сделано проволоку эту я намотала на бутылочку и потом просто вот так вытянула вытянула вот так вот сделала такой вот вверх залила здесь будут монеты здесь будут тоже магниты принципе тоже все теперь нужно наклеивать монеты определяем низ определяем вверх работу начинаем сверху берем монетку берем клеевой пистолет значит и по центру первым делом наклеиваем первую монетку плашмя вот так вот вот первая монетка будет у нас так потом сверху 4 монетки будут идти вот так и вот так то сделаем пропорционально вот так вот вот одна монетка придерживаем чтобы высохли вы принялись приклеились вот это не приклеилась сейчас еще раз прошлый раз я монетки грела чтобы они хорошо сцеплялись поверхностью сейчас будет плохо клеится я тоже буду греть но тогда у меня был пеноплекс сейчас у меня пенопласт вот эти две монетки я приклеиваю тоже также вот так вот следующие монетки пойдут уже сейчас я приклеиваю еще вот эту чтобы показать если будет плохо приклеиваться тогда монетки надо будет греть если монетки греть они уже прилипнут их вообще не оторвать я сейчас может так и буду делать посмотрю сейчас покажу принцип приклеивания видите следующая монетка у нас пойдет между ними я даже прочерчивала ручкой линию чтоб не сбиться потому что действительно сбиваешься после второго еще ладно но после третьего круга сбиваешься надо будет идти в нахлёст немножко вот так вот не так вот вверх очень много монеток уйдет и не так вот вниз прям чтобы было видно вот эти щели закрываем вот так вот посредине монетки одна вот так следующая идет нахлёст вот этой монетки вот так и даже я ручкой или вот ногтем вот так вот прочерчу я для себя след оставлю как идти и начала начинаем клеить в круговую и чтоб не спутаться да я рекомендую все таки прочерчивать монеты буду греть потому что отходят сейчас я их положу железную тарелку буду греть и буду обклеивать я когда делала 1 это пиаре у меня там было три шара я грела монетки потому что они не приставали вот это была моя фишка вот я ее сейчас воспользуюсь я а в клей и всю весь шар монетками приставлю вот сюда здесь приклеить сюда монетки и потом буду брызгать спреем лаком золотистым вот и работа будет закончена сейчас я займусь шаром буду греть монетки и буду обклеивать весь шар дорогие друзья вот такая у меня получилась работа по изготовлению топиаре из цветов и денежного дерева по денежному дереву будет отдельное видео как я его делала кому понравился мой мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите комментарии отвечу всем узнаете еще очень много интересного и спасибо тем кто досмотрел до конца желаем вам творческих успехов всем пока пока